Она простая, нечего усложнять, не требует дополнительных балансов. Идеальная развесовка, вот видите, да, у него бункер давит на заднюю ось трактора. То есть трактор дополнительно сам уже за этот, то есть дополнительных балансов ничего не требуется. Пшенов Тимур в этом бизнесе уже 26 лет. Наше предприятие называется ТО Индала, основано оно в 1996 году. Крестьянское хозяйство начиналось, вот спустя 26 лет, это уже крупное предприятие. Начиналось оно с 46 гектаров, сегодня у нас 60 тысяч гектаров пашни. Используем зерно-траведосий в оборот имени Вильямса, академика такой. Только единственное, мы его немножко усовершенствовали. Академик Вильямс это был 1-2 года по выводу на галятник травы, то у нас на 4-5 лет. Почему? Потому что у нас очень сухая зона, аридная зона, жесткая багара. И здесь нам, чтобы восстановить поля, нужно немножко больше лет, чем 1-2 года. Пар у нас очень сложный, он такой сидерально, скажем, кулисный пар. То есть мы сначала химичим поля, потом по необходимости покровные культуры высеваем вместе с сидератами, вместе с кулисами. И вот это все, что вырастает, для чего? Для того, чтобы насыщать органическим веществом почву. Если мы насыщаем органическим веществом почву, то мы повышаем влагоемкость почвы. Влагоемкость почвы это фактор номер один, который у нас обеспечивает урожайность. То есть не количество минеральных удобрений, которые применяем, как у нас сейчас модно стало, агрохимическое обследование почвы. Ни в коем случае. Фактор урожайности в нашем регионе номер один – это влага. То есть бочку либиха никто не отменял. Можно сколько угодно дать азота, сколько угодно дать фосфора. И урожай получится. Если урожай влаги у нас на 10 центров, то будет на 10. Если влаги на 5 центров, то будет 5. Вот я попрошу это не забывать. Пар. Значит, после пара обычно идет твердая пшеница, потом лен, мягкая пшеница, ячмень. И по ситуации. Если чистейшие поля, то опять мы можем уйти на пшеницу. А потом дальше на пар. Если поля уже подошли к своему, скажем, нижней планке, то мы выводим эти поля на многолетние травы. 4-5 лет под многолетними травами. Житники и спортсеры. Значит, сейлок у нас вот такого типа, трактор Кейс плюс сейлок Амазона, около 15 штук у нас их. Сеют они в среднем на одну сейлку суточная выработка в 2 смены, это 200 гектаров. Значит, ну, 200 на 15, это 3000 гектаров в день. Где-то около засевают они около 40-41 тысячи гектаров, эти сейлки. Сейлка Амазона, норальникового типа, стоимость, ну, в полтора-два раза дешевле, чем аналогичные сейлки, скажем, других импортных поставщиков. Плюс, чем эта сейлка покупает тоже, тем, что у нее минимальный расход топлива. Где-то около 4 литров на гектар, 3,7-3,8, этого вот так вполне хватает. Еще один плюс этой сейлки, то, что ей требуется трактор всего лишь 250 лошадиных сейлок. Если вы видите, видно там это, на заднем фоне, вот, кейс это трактор Магдум 250. То есть 250 трактор, это более чем за глаза хватает. Вот, то есть сейлка достаточно легкая. Еще какой ее характерный плюс, то, что эта сейлка позволяет нам, когда в конце посевной кампании, когда влага уже уходит в нижние горизонты, дотянуться до влаги. То есть она может сеять не на 10 сантиметров, но над самим семенем будет не больше 2-2,5 сантиметров прикатанного прочного слоя. Прикатка, как вы видите, у нее идет на ральник и сразу колесо. То есть прикатка идеальная, адресная прикатка. На ральник и сразу колесо просто прикатывает. Если, допустим, есть сейлки вот большого рамного типа, где сейлка высевающего орган там, а прикатка сзади, то это не всегда адресная прикатка, нужно понимать. Плюс она дает вот такую структуру посева, V-образную, да, вот буква V, латинская V. И когда проходят дожди минимальные, там 2-3-4 миллиметра, такие малопродуктивные дожди, влага по краям, скажем, скатывается, и она промачивает больше вот именно в районе узла кущения. Вот это еще ее великолепное свойство. Плюс, когда она выходит в этот V-образный профиль дало сходы, первые 3-4-5 дней, которые сходы растут до 10 дней, их меньше треплет влага, ветром. Меньше трепет влага, они как в низине и в укрытии, это тоже большой плюс кейлки. Она простая, нечего усложнять, не требует дополнительных балансов, идеальная развесовка, вот видите, да, у нее бункер давит на заднюю ось трактора. То есть трактор дополнительно сам уже за этот, то есть дополнительных балансов ничего не требуется. Я всем рекомендую эту силу, однозначно.